На дистанции 2400 метров состязались 12 лучших чистокровных лошадей Кубани. За зрелищным праздником вместе с жителями края наблюдал глава региона. Победителем скачек стал жеребец Эльми Гудин из Новокубанского района. Почетные награды Вениамин Кондратьев вручил наезднику и владельцу лошади. По мнению главы Кубани, такие скачки дают не только эмоциональный заряд, но и помогают сохранить традиции. Бог человеку крыльев не дал, но дал коня. А когда человек сел на коня, он окрылился. И сегодня мы вместе с вами видели окрыленных всадников, окрыленных казаков. Они неслись к победе, так как неслись к победе всегда наши предки, веря в себя, в собственные силы, в свою землю, в свой народ. И пока мы сохраняем нашу историю, наши традиции, нашу культуру и воспитываем в ней своих детей, мы будем жить. Кубань всегда будет сильной, а значит будет сильной Россия. После церемонии награждения Вениамин Кондратьев посмотрел, как организован тотализатор и пообщался с победителями. Гости праздника рассказали главе региона, что ставки больше делают, следуя подсказкам интуиции, пока она не подводит. А я выиграла 1400. А поставили? А поставила за две скачки всего 400. Ну, слушайте, прибыльное дело. Ну, так немножко. Поздравляю тогда. Спасибо. Краснодарский ипподром – один из первых в России, где возродили тотализатор. Вся выручка направляется на развитие коневодства, испытания племенных лошадей и призовые фонды. Должна быть дорога возвращения. Возвращение опять к тотализатору, возвращение коневодства, возвращение к скачкам. Не так все просто, как кажется. За один момент, за один раз, за одни скачки мы ни в коем случае эту ситуацию не изменим. Поэтому я считаю, это путь. Возродить старую культуру хорошего понимания скачек. В хорошем смысле слова. Тализатор. Здесь ни в коем случае это не способ выманить деньги у народа. А на самом деле это элемент зрелища. Красивого, зрелища, которое традиционно для нашего края, традиционно для Кубани. Это на самом деле часть нашей истории, это часть нашей культуры. Помимо скачек на Кубу губернатора, в этот день также прошли соревнования за приз атамана Кубанского казачьего войска и нагаду законодательного собрания Краснодарского края.